всем привет самое первое что я хочу сказать про логистику это ответить на вопрос как правильно собирать ресурсы с рефайнеры чтобы класть на склады клана когда вы находитесь рефайнере у вас есть переработанные ресурсы на персонале вы нажимаете правой кнопкой мыши retrieve as creates у вас появляются ящики именно ящики бематов потому что если просто нажмете у вас соберется обычный бемат вот у вас появятся ящики с обязательной надписью резерва был такие ящики можете класть на резерв был склады на склады свои склады клана любые склады в том числе и на паблик вот если у вас есть ящики но нету это надпись вы можете класть предметы только на паблик когда вы зашли все порт он выглядит на карте таким образом либо storage д порт он выглядит на карте вот так вот это в принципе одинаковая структура только одна имеет доступ к воде другая не имеет вот когда вы зашли вы нажимаете кнопку access reserve stockpile и вводите сюда шестизначный код который вы ранее должны можете скопировать легко из этой таблички вы скопировали ставили нажали ok нажали ok и у вас либо и у вас он появляется в этом списке вы можете с него что-то брать иногда склады и сразу есть в этом списке это зависит от определенной функции вот если вы у вас есть вот например вот склад открытый я с ним не могу взять это значит что вы видите склад склад к общему доступу есть видение вы можете да что угодно класть но вы не можете ничего взять из него ну не резервы был да давай вот собственно пароль вот собственно пароль вот нажимаешь плюсик вводишь его название название вот у тебя он пооткрывается ты чтобы увидеть пароль ты ставь вот сюда нажимаешь и вот у тебя пароль да соответственно ты пишешь название пишешь название 44 ru там 1 2 3 зависит от того что есть вот эта кнопка вот кнопка которая позволяет делает склад видимым или невидимым то есть вот так твой склад будет видеть но никто с него ничего возьмет так его вообще никто не будет видеть пока не ведет пароль вот удалять склад если не нужен вот на это кнопку если твой склад и ты его удалишь и вниз какие-то ресурсы они все выпадут в паблик еще раз да говорю про то что вот пример прекрасный вот я взял пачку бимата она с надписью резервы был есть определенная особенность с этими ящиками если вы например бимата распаковываете назад запаковываете у вас исчезает надпись это больше не резерв был ящик вы его не сможете положить в клановское хранилище только в паблик сможете спрятать важная особенность когда вы логистите для клана и вам сказали перевести биматы вы это делаете следующим образом вы набираете несколько пачек биматов но так забыл заплате весь инвентарь все порту их распаковываете и так и везете и вы не садмитить это в бункер вы просто вот так вот таким образом в бункер базу их скидываете это очень важно потому что рабочий там ну и ваша со клана не будет тратить время на то чтобы заново их вытащить из бобки то есть когда вы везете на фронт в принципе можно садмитить чтобы лайки получить но когда вы делаете для для клана обязательно это делать так с остальными предметами вы их только можете садмитить вы не сможете например вот пачку автоматов вы не сможете их открыть такой меню даже нет во время операции у логиста должны быть следующие вещи радиостанция газ фильтр газ маска бинтик всякая такая херня и оружие автоматическое объясняю почему оружие автоматическое потому что чаще всего вас расстреливают подойдя фактически в упор и вы винтовкой в одни выстрел ничего не сделайте то есть вы должны выбежать и тут же отстреляться точно так же очередь это единственный способ спасти машину вот стараться до последнего не выходить чтобы они либо разрушили машину либо если у вас уже газу загазовывать вас нет нет газ фильтра тогда вам приходится выпрыгивать по одной простой причине если вы просто выйти из машины и и легко в ренчем откроют повторюсь логисту очень важно иметь радио и иметь газ маску фильтр чтобы вас не выгазывали чтобы если уж партизаном вы нарвались на партизаны от них нет не отбили чтобы они эти ваши припасы не забрали чтобы они вас уничтожали это лучше чем просто проебать значит виды транспорта который у нас есть который можно перевозить вещи всякие первое это у нас самый обычный трак он есть нескольких модификациях обрели не туда взял у него 15 слотов он возит как ресурсы так и ящики с припасами он не перевозит технику на себе естественно у него очень маленький кузов вот и без еще лучше сейчас про это расскажу отдельно соответственно вот он так выглядит вот у него 15 слотов хороший наш трудовичок и говорится второй тип транспорта это камазик который переводит настолько ресурсы что я имею ввиду я имею ввиду сальвагу я имею ввиду серу я имею ввиду компоненты все oil вы из шахт перевозить не можете эти машина этой машины вы можете возить oil только на траках вот который был до этого он нужен для того чтобы делать петроль три штуки на один петроль тратится в рефайнере дальше у нас идет flatbed flatbed это мощный трак мощный большой камаз который перевозит на себе ящики а также распакованную нет него вот он перевозит на себе контейнеры есть два типа контейнеров это шибко извиняюсь три типа контейнеров первый контейнер это ресурс контейнер в котором вы перевозите опять таки сальвагу серу и компоненты биматы вы в этом контейнере перевести не сможете вот она смотрите резерв ресурс контейнер сразу покажу то есть то только первичные ресурсы все что перерабатываться с рефайнере вы в нем возить не можете и oil с шахты вы тоже не можете возить oil еще раз говорю возиться только с траком не пытайтесь обмануть игру вот он такой контейнер он вот с открытым верхом вы его не перепутайте с другими когда вы находитесь и порту если вы выгружаете контейнер искра будучи в кране вы можете его открыть вот у вас нему есть доступ к содержим вашего контейнера и запаковать вы контейнер можете также будучи в кране вами нужно выходить и запаковывать заново контейнер это очень важно когда нужно что быстро от логистить не тратьте время распаковывая что-то или доставая будучи на земле согласие в кран второй тип контейнеров это small shipping контейнер смол шиппинг контейнер имеет себе 40 видов и 40 ячеек размер 40 ячеек в нем возятся ящики с биматами ящики с патронами ящики со снарядами и все 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 что относится к обычным ресурсам вот вот к этим коробкам неважно паблик это ли не паблик здесь принципе все просто то же самое запаковывается особенно отличительной особенностью этого ящика является то что вы можете из него забирать что-то руками сейчас продемонстрирую это очень долго это относительно неудобно но по факту если нужно что-то так привести на фронт этом возможно делать вот эти как долго забирается один бинокль а бинокль не снаряд снаряда забирается раз в пять медленней то есть там чуть ли не по минуту ты забираешь каждый там ящик со 120 калибром но как говорится если надо куда-то так вот залезть и у тебя нет возможности много ходок есть такой вариант все контейнеры ставится на flatbed с помощью кранов если вы приехали с контейнером на flatbed а у вас нету крана то вы можете уничтожить flatbed у вас ящик упадет на землю если вы разрушите ящик то его содержимое исчезает то есть иметь запомнить и дать вдруг вы приехали куда-то с контейнером снова контейнер у вас нету возможности его вытащить с помощью крана стационарного либо вот такого построенного передвижного крана просто разрушаете свой flatbed ящик падает и все второй тип третий тип ящика это большой контейнер шип контейнер вот он называется он имеет 60 ячеек в отличие от маленького в котором 40 и самая главная особенность этого контейнера является то что вы с его руками ничего не заберете вы сможете что-то взять в него вы сможете из него что-то взять только находясь в си порту вот он еще раз показываю support либо storage de port вот две структуры вы должны поставить контейнер на платформу снять его слайд бета поставить на платформу и после этого вы сможете что-то отсюда забирать класть в контейнер вы можете даже находясь на земле то есть вот я подхожу у меня есть какой-то ящик я его сам мечу submit all или submit один ящик и вот он пожалуйста забирается забрать я не могу только storage de port или только все порту вот видите опять таки я зашел с крана мне нужно запаковать контейнер я могу легко запаковать будучи в кране запомните что если вы ставите контейнер и у вас под ним находится человек вы убьете он умрет так вот показываю еще есть такой момент flatbed он кроме того что перевозит контейнера он еще перевозит с ящиками с тех ящики с техникой сейчас покажу где это находится вот смотрите все порту есть два меню машина с ящиком и обычная машинка вот машинка с ящиком это запакованные в один контейнер три техники неважно что это кон танки вот вот в этом ящике находится три техники вы можете его взять и поставить на flatbed таким образом вы перевезете за один раз три техники они например один танк куда-то на фронт вывести чтобы распаковать технику нужно вот видите вас даже написано create of free в этой ячейке 3 чтобы распаковать и нажимаете правой кнопкой мыши и либо распаковывать и в паблик соответственно у вас вот коробка уходит в паблик вот она распаковалась вот она три мотоцикла наших где-то тут вот три мотоцикла распаковались все у нас минус один ящик вот при этом нужно учитывать что вся стреляющая военная техника она не распаковывается только в паблик вы не сможете распаковать спад и в резерве вот он пишет вы не можете распаковать это можно что можно распаковывать в резерве с вас что нельзя проверить очень просто у вас ящики где значок машинка с ящиком у вас здесь все находятся эмбленьки всей техники и варденовской не а где только машина то есть где уже распакованная техника здесь вот видно конкретно что можно хранить на складе резервы был вот что можно хранить то же самое с контейнерами здесь у нас есть ящики в которых пушки артиллерия ящиками с ящиками шип контейнера ящики с ящиком резервы был ресурс контейнеров но конкретно вещи на резервы складе можно хранить только вот эти то есть это вот маленькая вам подсказка такая, то есть, например, мы не можем распакованную арту хранить у себя на резерву складе. То есть, только заходи в паблик, выгружай это в паблик и вот одну, две, три пушки забирай. Когда вы берете, например, хотите взять покататься танк. Вот. Танков нет у нас в паблике, например. Вы хотите взять с нашего резерву склада. Например, здесь. Либо в Marbon Hollow, где у нас основная база. Вы должны скооперироваться с людьми, с которыми вы идете кататься. Вы скрываете ящик в паблик, забираете все три танка и отвозите их на нашу бобку. То есть, на одном танке идете кататься, два танка остаются на бобке. Если нету нигде бобки, ну, тогда уже оставляете танк в паблике, но старайтесь как-то так скооперироваться с людьми, чтобы двумя танками хотя бы выйти. Потому что брать по одному танку, это как бы, ну, песос на самом деле. Логист. Еще одно правило забыл. Логист во время операции логистической, да, там, подготовки к операции, к склановой, должен всегда знать, что у него находится в машине. Это очень важно, потому что скажут, разгружая, например, только рубашки, либо только бематы, и ты должен знать, что ты должен подъехать туда и сгрузиться. Если какой-то контейнер, если вы, если какой-то на вас контейнер грузит, вы должны спросить, что я везу. То есть, танки, баллисты, спаты, потому что хрен знает, даже в случае, даже если вы что-то проебете, вы хотя бы скажете, я проебал там ящик баллистов. То есть, чтобы командир всегда знал, типа, ну, поорал на вас, но он знал, что у него нужно ехать за нас, за баллистами. Есть такой момент, что если вы погрузили контейнер на флэтбет, то вы уже не сможете посмотреть, что в нем. Когда вы логистите на фронт, не надо это делать бездумно. Обязательно вам нужно смотреть, во-первых, сколько людей на фронте. То есть, если, например, кто-то пишет, вот, не бемац, и ты такой хватаешь бематы и рубашки, и все, патроны, приезжаешь, а там пушат 50 варденов и всего 2 колониста, ничего давать этим людям не надо. Это потерянная территория. Надо эти вещи, это придет с опытом, но такие вещи надо оценивать. Можно ли куда-то соплаить, то есть, на фронт. Не... Ну, в принципе, я понятно сказал. Вот. Единственное, что может быть, конечно, смотрите, кто еще пишет надписи. Например, если пишет клан и пишет, а знаешь, нужны сороковки, то клану можно и подтянуть. Сороковки вон Т-3Цшникам, тем же самым там. Еще хотел рассказать про такую штуку классную, как фрейтер. Фрейтер это огромный корабль. Он называется в игре IronShip. IronShip. Значит, в который можно класть 5 контейнеров. То есть, во флейтбет кладется один контейнер, во фрейтер кладется 5 контейнеров. У него большой запас топлива. У фрейтера есть определенная особенность. Ну, помимо того, что он плавает, естественно, только по рекам, вы сможете... Вам нужно при перевозке всегда смотреть, где есть сепорт, но иногда можно сгрузиться в Storage Deport. Например, у нас где-то тут был складик, сейчас я его пригляду. Вот, смотрите. Это не сепорт, это Storage Deport. Но вот здесь стоит 100% кран, и ты подплываешь точно так же на фрейтере и сгружаешься напрямую в Storage Deport. Еще одна особенность фрейтера в том, что ты можешь туда положить 5 ящиков, но ящики у тебя в момент, когда ты их кладешь, они меняются местами. То есть, например, ты кладешь в первый ящик танк, потом кладешь 4 контейнера, шиппинг-контейнера. И когда ты будешь вытаскивать что-то, у тебя и ящик с танками будет на самом верху, хотя ты клал его вниз. То есть, у тебя, получается, ты кладешь нижний, а вытаскиваешь его верхним. Это вот тоже такая особенность, имейте ввиду, потому что, ну, чтобы удобно было. Если вдруг вам, вы где-то застряли, у вас фрейтер застрял где-то в воде, вас выкинуло, или у вас у кого-то друга выкинуло, и вам нужно подплыть и разлочить фрейтер, вы строите баржу. Баржа — это вот такая хуета. Как десантный корабль. Да, да, вот десантный корабль. Вы ее строите, подплываете бортом вплотную к аэроншипу, к фрейтеру, и просто в ренча на корточках, там, потыкаетесь вдоль борта, и у вас очень легко он скроется. То есть, по-другому вы очень тяжело вскрыть, там, на лодочках можно, это самый простой способ. Когда вы плаваете на аэроншипе, обязательно берите газмаску и три фильтра. Ну, и в том числе радиостанция. Потому что было такое, даже лично у меня, что сегодня у меня вот здесь вот были партизаны. То есть, казалось бы, да, ты плывешь по территориям, а партизаны могут быть везде. Обязательно это дело берите. Потому что, если ты проебешь даже флетбет, там, ну, с одной коробкой танка, это плохо, но это не супер страшно. Когда ты проебешь пять коробок с танками — это пиздец. Вот, имейте это в виду. Помимо того, что у фрейтера есть пять слотов под контейнеры, у него еще есть десять слотов под ящики. То есть, вы всегда можете взять десять слотов сюда, еще каких-нибудь патронов, там, винтовок или чего-то. А еще одну коробку вы всегда сможете взять себе в руки. То есть, вот просто с собой. Давайте я вам про масс-факторку тогда расскажу. У нас есть две фабрики. Обычная факторка и масс-факторка. Значительное у них отличие. На факторке у тебя можно ставить на заказ одновременно четыре ящика. Какого-то ресурсов. При этом ты можешь ставить, например, две ящики с шеллами 150-го калибра, две ящики с шеллами со 120-м. На масс-факторке ты можешь ставить девять сразу ящиков за один заказ. У тебя там время заказа на масс-факторке больше, чем на обычной. Но ты за каждый последующий ящик получаешь скидку. То есть, там скидка доходит. На каждый последующий ящик в заказе у тебя идет скидка. Но при этом ты можешь ставить только шеллы одного калибра. То есть, один вид шеллов. Все девять ящиков должны быть одинаковые. То есть, только сороковки, только шестьдесят восьмые. Вот. Масс-факторка делает предметы дольше. Но чем больше у тебя за твоим заказом еще ставят заказов, тем быстрее у тебя ускоряется производство. То есть, если, например, ты был самый первый, кто поставил шеллу, у тебя будет написано, ваши снаряды делаются в сутки. Если после тебя поставил еще три человека, то он скажет тебе, ваши снаряды будут делаться уже двадцать часов. И вот так вот до двадцати четырех очередей. Еще скажу про техматы. Когда вы скрапите поле сальваги, у вас могут выпадать вот эти сальваги. У вас может выпадать алюминий и железо. Вы эти материалы обязательно забираете. Ни в коем случае на пол не выкидывайте. И просто кладете в рефайнеры. Не надо их перерабатывать. Их люди сами переработают, сами спрячут куда надо. То есть, вы привезли вот железо или вот алюминий. Не закидывайте их на переработку. Это только мешает людям. Просто засадмите их в рефайнеры и пусть они здесь лежат. Есть специальные люди, которые приезжают, это забирают. Старайтесь возить, конечно, водой. Потому что, ну, пять контейнеров лучше, чем один. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok